Тертерский район. Ему принадлежит особое место на карте Азербайджана. Он находится во фронтовой зоне и потому внимание этому району особое. В последние годы для социально-экономического развития Тертерского района была проделана большая работа. Инфраструктура здесь улучшается с каждым разом. Газификация достигает 98%. Полностью обновляется дорожное хозяйство. Решены вопросы с электроэнергией. В настоящее время продолжается реализация проекта питьевой воды и растительного проекта. В Тертерском районе после открытия Олимпийского спорткомплекса глава государства встретился с группой спортсменов района. Зерноводство и хлопководство традиционные для Тертера отрасли сельского хозяйства. Что касается хлопководства, то урожайность Тертеры выше средней урожайности по стране. Следует учесть, что наши горе-соседи многие годы перекрывали поступление воды в Тертер. Воды, для сбора которой Азербайджанская республика в свое время, в 1970-х годах, проделала большую работу. Строительство Сарсангского водохранилища было осуществлено Азербайджанской республикой за счет республиканского бюджета. А сейчас горе-соседи перекрыли нам воду. Это экологический террор. Перекрывать кому-то воду – это преступление, отметил Ильхам Алиев. По его словам, это проявление фашизма. И не случайно в Армении возводят памятники фашистам. «В Азербайджане ведется созидательная работа, благоустройство. В каждом городе строятся социальные объекты. Такие прекрасные олимпийские центры, больницы, школы. Прокладываются дороги, проводится газификация. А в нищей Армении живут побираясь, еле-еле. Однако возводят шестиметровые памятники фашистам, человеку, сотрудничество которого с Гитлером, подтвердено документами. Человеку, который во время войны сказал, кто умирает за Германию, умирает и за Армению. Человеку, который был арестован соответствующими органами Советского Союза, приговорен к 25 годам, так и умер в тюрьме и не был реабилитирован. Такому человеку возводят шестиметровый памятник, и сегодняшнее руководство Армении преподносит его как героя. О чем это говорит? О том, что в Армении может смениться власть, но террористическая и фашистская сущность этой страны остается неизменной, и это должен знать каждый, должен знать весь мир. Позиция, продолжил президент, которую сегодня международная организация демонстрирует в связи с армяно-азербайджанским Нагорно-Карабахским конфликтом, отражает истину и справедливость. Глава государства отметил, все ведущие международной организации выступили с соответствующими заявлениями об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, конечно, позиция этих международных организаций и многих стран укрепляет нашу позицию. С политической правовой точки зрения наша позиция безупречна, а позиция Армении ошибочна. Мы в разы сильнее Армении в экономической и военной сфере и продемонстрировали это, в том числе на поле боя. Они напали на нас, а мы дали отпор и посадили их на место. Освободили часть Агдеринского, Физулинского, Джабраильского районов. Что сделали они? Бомбили наши сёла, вот здесь, Тер-Тере. После апрельских боёв я приехал, увидел эти бомбы, снаряды, побывав в домах. Они бомбили город Тер-Тер, сёла Тер-Тера и Агдама. Если это не фашизм, то что же? Нельзя воевать с мирным населением. Глава государства напомнил об апрельских боях 2016 года в зоне конфликта и Нахчеванской операции. Они должны были послужить уроком для Армении. Азербайджанская армия показала свою мощь. Ильхам Алиев также отметил, что источник нашей силы – азербайджанский народ. Источник же вооружённых сил Армении – иностранные пожертвования. Они открыто признают, что без внешней поддержки эта страна пропадёт. У неё нет будущего, подчеркнул президент. Путь решения Нагорно-Карабахского конфликта один. И это – восстановление территориальной целостности Азербайджана, резюмировал Ильхам Алиев.